Есть вот тут такая горсть коларов, которую можно использовать для замера боковой стенки. У них может быть и цилиндры немножечко поразбиты, однако центры, боковые стенки нормальные. Итак, колар установлен на микрометрическую стойку. И теперь, а, что по микрометрической стойке. Давайте пока что уберем колар. Сейчас мы видим значение 4.0.1. Убираем колар. И вот она 0. Опять меряем стенку. Главное поставить. Потому что колар может соскользнуть. 4.0.1. Замер вот этой стеночки. Эта колара не новая, но примерно они показывают 4.0.1, 4.0.2. И даже если я немножко сдвину ее, мы увидим там, где у нас есть выработка, пойдет вниз. Там, где есть выдавленная часть, пойдет вверх. Видим, что индикаторная стойка чувствует эти моменты. Дальше. Берем еще один колар. Ставим. Выправляем. Так, чтобы стоял ровно. Криво встало. И судя по всему, я взял какой-то ушатанный колар, который совсем раздулся от удара. Вот настолько раздулся. Это значение 4.0.5. Берем колар, у которого стенка относительно ровная. И вот это значение 4.0.1 и буквально еще сколько-то в сотках. Продвигаю дальше. И вы видите, что чуть-чуть растет в сторону двойки. Ну, а стоит это все дело вот так. Теперь ставим колар из нашей группы. Ну вот, давайте начнем с красной меткой. Это значение 4.1. И получается полтора. 4.0.1. И еще пятерочка может быть. При движении вперед я вижу смещение небольшое стрелки назад. Смещение стрелки до единицы. Сейчас я уже качаю ее. Качаю колар. И вот оно уже сползает у меня микрометр. И значение получается в крайней точке у нас. Сейчас поставлю. Погодите, ребята. Так вот. Блин. Итак, вот это значение соответствует вот этому значению. 4.0.0. Ой, 4.0.1.5 или 1.8. 1.8. Давайте так. Давайте почти два, короче. 4.0.2. Если брать синий в этой же точке, то получается у нас тут значение чуть-чуть больше. 4.0.25. 4.0.1. Вот берем другой красный. И другой красный, который вроде должен быть меньше, он у нас тоже 4.0.25. Погрешность связанная с измерением на штангенциркуле. Другой синий в этой точке. Значение тоже 4.0.0.1. Это другой красный, тоже в середине. Значение 4.0.2. А вот этот уже меньше. Еще один синий, замер в центре 4.0.25. Чуть больше. Два колара, красный у нас будет 0.2, а синий 0.25. Меряем красный замер боковой стенки по значению на микрометрической стойке 4.0.2. Извлекаем колар из микрометрической стойки и микрометр опускается на 0.0. Устанавливаем синий. Синий у нас установлен. И значение стенки боковой 4.0.25. Убираю колар и прибор возвращается на 0. Устанавливаю пластиковый колар. Стенка пластикового колара. Значение индикатора 4.0.2. Стенка колара 20.13. Значение 4.0.20 с копейками. Еще один черный колар. 20.13. 4.0.2. 5. Еще один, но поврежденный сильно колар. Стенки которого в хорошем состоянии. 4.0.25. Замер производится только той плоскости, которая не касалась поверхности и не вытерта. Вытертые части не измерялись. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.